Всем привет! С вами Зирько и мини-гайд на изменение эмблем ожидаемого обновления. Разработчики заменили эмблемы бродяжника на эмблемы поддержки и добавили эмблемы стрелка. Но, к сожалению, они у меня еще не открыты. Давайте разберемся с тем, что есть. Статистика эмблем претерпела лишь небольшие изменения. Так, у магического убийцы до сих пор основа это магическое проникновение и магическая сила, плюс перезарядка навыков, но и по мелочи. Сравниваем со стандартным магическим. Магическая сила, реагент здоровья, перезарядка навыков, но 2% это несерьезно, здоровье и маны чуть-чуть. Основное же нововведение это страница талантов. Нам дают 7 очков талантов, которые мы можем распределить как нам захочется. На что мы их распределяем? У нас дано 6 усилений и 2 мини-перка. Так можно вложить 3 очка в живучесть, либо 3 очка в прочность, в броню, либо 3 очка в щит, либо по одному в каждом. Так мы усилим немного себе здоровья, плюс 65, плюс 4 брони, плюс сопротивление магии, плюс 4. Кроме того, мы можем влить все в 1, либо 2 в 1, и еще один куда-нибудь. Если мы все вольем в смертельный уровень, шанс крита повысится на 3,6. Перки. После нанесения урона с помощью способностей повышается физическая атака на 5% на 3 секунды. Эффект имеет перезарядку 6 секунд. Допустим, это очень подойдет Алукарду, поскольку он часто использует способности, а это будет усиливать его физическую атаку. Второй навык. Учетка жизни. Убийство миньонов дает 2% к максимальному здоровью. Это ближе уже к фармеру. То есть, если мы берем эти эмблемы к фармеру, мы распределяем на то, что нам кажется важным, нужным. Допустим, берем 3 сопротивления магии, 3 на скорость атаки, и чтобы у нас было побольше жизни, 1 очко уходит в перк Учетка жизни. И если мы собираемся воевать, можем собрать броню, раскидать, как нам вот здесь понравится, взять вот и от перка. Но, стринца талантов у нас одна. Вторая стринца пока что только для Звездного участника. Ну, вот хотя бы было бы их 2-3. Потому что каждый раз придется на каждого героя, по большому счету, переделывать очки талантов. Кроме того, сейчас в гайдах лично я буду прикреплять, как лучше всего распределить очки талантов. Допустим, вот у меня общие эмблемы мага. Взято магическая сила, хотя есть перезарядки навыков и скорость движения. Дальше у меня набрано магическое проникновение. Еще варианты есть. Это магическая сила и вампирское заклинание. Три перка. Нечистая ярость. Культ магии. Золотое прикосновение. Что делают эти перки? Золотое прикосновение ускоряет наш отфарм за миньонов. Культ магии. После того, как мы 3 раза ударим по 10% за короткое время, враг получит горение и ему будет наноситься урон трижды. Перезарядка навыка 20 секунд. Более простой в понимании перк нечистая ярость. Наносит 4% от очков здоровья цели и дает 3% маны при попадании способностью. Эффект имеет перезарядку в 5 секунд. Таким образом, когда вы колдуете, вы чуть-чуть восстанавливаете себе ману и на 4% наносите урон от общих хп цели. Я понимаю, что сейчас пока что это непонятно, но думаю мы скоро привыкнем. Эмблемы дают вариацию для билдов. Ну, а на этом все. Всем пока!